Добрый вечер. Мне, конечно, интересно представили, как там представитель аэрокосмического агентства «Зеленый Кот». Да, это круто, когда-нибудь я обязательно такое открою. На самом деле «Зеленый Кот» — это мой ник в блоге, в ЖЖ, а так я сотрудник российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс». До агентства мы пока не дотягиваем, но мы стремимся к этому, да. Но я расскажу сегодня не про «Даурию», а про пилотируемую космонавтику, про то, про то, как развивается присутствие человека в космосе, какие технологии позволят увеличить это присутствие, на какие направления стоит налегать, чтобы продвинуться дальше в космос. Ну и дальше следующий, то есть мы постараемся, я постараюсь уложиться в три блока по 30 минут. Первый будет про перспективные технологии, второй блок будет про окололунную станцию, которую сейчас вроде бы Роскосмос вместе с НАСА начинает строить. И в третьем блоке мы поговорим о Марсе. То есть это одна идея о том, что куда мы полетим, и три части из нее. Ну начнем с перспективных космических технологий. И мне нравится вот эта картинка про будущее. Эта картинка, ну, наверное, многие узнали, кто не узнал, подскажу. Ну, картинка из фильма «Космическая Одиссея» 2001 года. То есть в 60-е годы, когда сняли этот фильм, именно вот так себе представляли 2001 год. Сейчас уже 17-й, и мы пока только можем мечтать о таком. Даже не то, что там люди побывали на Луне в 21 веке, а там еще город на фоне построен, еще что-то. В общем, до этого нам еще и долго, и, в общем, не меньше 20 лет, а там, скорее всего, еще и больше. Ну, в общем, сейчас про это и поговорим. Куда у нас развивается космонавтика? Первое направление, которое сейчас довольно модно, про него много говорят, на это определенные надежды возлагают, это многоразовые космические системы. В данном случае мы видим посадку первой ступени ракеты Falcon 9, которая пока не возит людей в космос, но в ближайшие годы должна начать этим заниматься. И часть этой ракеты, самая большая и самая дорогая, первая ступень уже сейчас умеет возвращаться. То есть эта ракета становится частично многоразовой. Многоразовость в теории должна снижать стоимость запуска. И про многоразовость думать стали сразу после лунной программы. В 70-е годы стали разрабатывать космический шаттл, который тоже был многоразовый частично, но возвращалась третья ступень, то есть верхняя, которая улетала в космос, потом возвращалась как самолет. И оказалось, что такая система совсем не снижает стоимость. Это была одна из самых дорогих ракет. Каждый запуск под миллиард долларов стоил и не сильно уступал по стоимости полету на Луну. Но его долго эксплуатировали, потому что он все-таки был достаточно эффективен, и много мог свозить и людей, и грузов в космос. Но и от него все равно отказались, потому что все равно дорого. Такой вариант в перспективе получится сделать дешевле. Но ракета — это далеко не самая дорогая часть в космонавтике. И чтобы двигаться дальше, нам нужны другие средства. И если говорить как раз про более далекие полеты, Falcon все-таки сможет свозить, Falcon 9, по крайней мере, сможет свозить только на низкую околоземную орбиту людей. Пока не может, но когда сделают корабль, сможет, наверное. Чтобы лететь дальше, прежде всего на Луну, а там уже и дальше про Марс можно думать, нужна сверхтяжелая ракета. Сейчас самая мощная ракета современности может вывести на низкую околоземную орбиту 28 тонн. Это американская Delta IV, Delta IV Heavy. Это самая мощная ракета на сегодня. При том, что, например, энергия могла вывести на ту же самую низкую орбиту в 80-е 105 тонн, а Saturn V в 70-е мог вывести на низкую орбиту 140 тонн. И сейчас видно, что по тяжести выводимого груза мы где-то уже сильно деградировали. И это кажется странно, но мы же такие передовые, у нас же там вычислительная мощность растет каждые два года, или сколько там удваивается каждый год, а ракеты не удваиваются. Сейчас несколько проектов развивается, которые должны повысить возможности выведения грузов и в конечном счете отправить людей на Луну. Есть несколько проектов. СЛС, американская ракета, ближе всего к реализации, но постоянно пуск откладывается, уже там 10 миллиардов долларов съела бюджетных американских и продолжает их дальше поедать по миллиарду в год примерно, но не летит никуда, потому что разработка довольно дорогая. Обещали в 2018 запустить, но запустили почему-то, точнее, теперь обещают в 2019 запустить. К 2019 есть такое опасение, что еще сдвинут. Это для ракет это нормально, такое всегда бывает, потому что сложное устройство никогда не сможет точно сказать, что когда ты закончишь ее изготовление. Все сроки проваливают. То же самое касается про другую ракету Falcon Heavy. Ее разрабатывает компания SpaceX, та же самая, которая делает многоразовые ступени. И здесь идея как раз собрать из трех Falcon 9 одну ракету, которая назовется Falcon Heavy, то есть тяжелый Falcon, которая будет иметь больше мощности, вплоть до 60 тонн она должна вывозить на низкую околоземную орбиту. И вроде бы она должна полететь раньше, чем SLS. Буквально в этом году уже сначала обещали на август, потом на ноябрь. Скорее всего, в начале следующего года она может быть все-таки полетит, потому что ну сколько откладывать еще. Но опять-таки подождем. Китай тоже имеет определенные амбиции разрабатывать свою гигантскую ракету. Но для Китая Луна как цель пилотируемой космонавтики. Она где-то там впереди стоит, но пока они сконцентрировались на околоземной пилотируемой космонавтике. Пилотируемые корабли есть у них уже, сейчас делают станцию, работают над станциями. И когда-нибудь потом у них будет Луна как цель, и к этой Луне они займутся разработкой своего великого похода 9. Россия постоянно, периодически то интересуется Луной, то забывает про это. Но как цель она все равно где-то стоит. И про сверхтяжелую ракету, которая позволит обеспечить запуск пилотируемого корабля с россиянами до Луны и обратно, про нее говорят уже лет 5, наверное. И сейчас определенные подготовительные работы к этому проводятся. Название у нее будет, скорее всего, не «Союз-5», а «Энергия-5». А «Союз» — это вот каждая часть из того, что здесь нарисовано, каждый отдельный элемент. Это отдельная ракета будет, как в свое время к «Энергии» добавлялись по бокам в 80-е годы, добавлялись по бокам ракеты, которые могли отдельно летать и назывались «Зенит». Точно так же ракеты будут… «Союз-5», они как раз сейчас разрабатываются, они будут летать по отдельности, но когда-нибудь из них соберут большую ракету, назовут ее «Энергия-5», и она все-таки полетит и, возможно, даже до Луны. Но когда это будет, пока неизвестно. Пока обозначено, что после 2025 года. Может быть, вот сейчас мы тоже про это поговорим, может быть, этот процесс ускорится немного на несколько лет, но, по крайней мере, какие-то деньги на это будут выделяться другие. Еще одно из направлений — это многоразовые корабли. Сейчас корабли пилотируемые точно так же, как и ракеты одноразовые. Были многоразовые шаттлы, от них отказались. Сейчас летают все… Есть китайская программа пилотируемая, отдельно развивается, а на МКС все летают на Российских Союзах, они одноразовые. Но они одноразовые не полностью. Некоторые детали там после посадки с него снимают, ставят на Новый Союз, он летит. Но полностью, чтобы пилотируемая капсула несколько раз использовалась, до такого пока не дошли. Но несколько разработок, и все современные корабли, которые разрабатываются, Dragon, в данном случае мы видим испытание как раз системы… Ну, здесь это система аварийного спасения, это не посадка. Dragon собирается быть многоразовым. Starliner, который Boeing делает, тоже должен быть многоразовым. Orion, который тоже разрабатывается в США, он тоже должен быть многоразовым. И федерация, которая делается в России, целью у нее тоже быть многоразовой. Но здесь как раз речь идет про многоразовую пилотируемую капсулу, которая та часть, которая возвращается из космоса. Для этого совсем не обязательно сажать ее на ракетные струи, как здесь показано, и как долгое время проектировался Dragon. Сейчас от этого отказались, все будут по старинке. Американцы будут по старинке сбрасывать в море, и посадка будет на парашютах и касание о воду. У нас, как в Советском Союзе разработан еще союз был, посадка парашютная, и перед самым касанием с землей срабатывают твердотопливные ракетные двигатели, которые немного смягчают удар. Как про это пишут сами американские астронавты после посадки. А потом срабатывает то, что русские называют двигатели мягкой посадки. Если говорить про разработку межпланетных космических кораблей, они тоже ведутся. Ведутся как минимум в двух странах, а скорее всего в трех. Прежде всего, ближе всего продвинулись в США, они уже испытали капсулу. Россия тоже долгое время занимается своим проектом в Федерации. И где-то года полтора назад Китай испытал спускаемую капсулу нового типа. Такого корабля у них еще нет. Но геометрия этой спускаемой капсулы точно повторяет геометрию российского корабля в Федерации. Поэтому здесь не случайно вы могли заметить это сходство. Да, я просто копировал и вставил, и возможно так сделаю не один я. Но пока Китай ничего подобного не обозначал как свою цель. В чем межпланетность корабля? По сути, технически они могут практически не отличаться от того же Союза. Но может более просторным быть. Вся межпланетность этого корабля в том, что на какой скорости этот корабль может возвращаться в земную атмосферу. Околоземный корабль входит в атмосферу на скорости 8 км в секунду. Межпланетная скорость, скорость перемещения по Солнечной системе. Если мы летим до Луны, до Марса, там разница в скорости не будет небольшой. И примерно равняется 11 км в секунду. Для космического корабля нагрузки серьезно отличаются. Не смотря, что там плюс-минус 2 км. Там рост идет в квадратичной прогрессии. Поэтому проблемы могут быть большие. Даже то возвращение, которое было в 70-е и 60-е, там возвращались по принципу блинчика. То есть сначала корабль входил в атмосферу, отскакивал и заходил только по второму разу. Эти корабли должны делать точно так же. Но вот первый удар, он все равно сильнее, чем сейчас переживают околоземные корабли. И подготовка в этом должна быть более серьезная. Ну, конечно, автономность систем должна быть более позволяющая летать далеко. На российских кораблях, в общем-то, и на Союзе, и на Федерации будет туалет нормальный. А на Орионе нет. У них для них это тоже нормально, на Аполлоне не было. Ну и зачем на Орионе? Эти же летали. Ну, как-нибудь справиться. Что там до Луны-то 3 дня всего лететь потерпит? Если говорить о том, как нам жить на Луне или на Марсе, или даже в станциях, которые будут далеко находиться от Земли, нужны более сложные системы, более замкнутые системы жизнеобеспечения. Потому что сейчас на МКС, МКС, там практически нету каких-то зацикленных процессов. Все идет линейно. То есть там привозят воду, космонавты ее пьют. Все, что там получается дальше, летит в Тихий океан. Даже на мире в этом плане была большая воспроизводимость ресурсов. Сейчас земля рядом, корабли гоняются там почти каждые два месяца, можно пригонять по 2-2,5 тонны груза. Поэтому все, газы, продукты питания, вода, все привозится, все возобновляется очень быстро. Если лететь куда-то дальше, с этим сразу возникают сложности. И здесь, чтобы позволить существовать людям, жить главное, где-то далеко и долго, нужны воспроизводимые системы. Недавно Китай проводил эксперимент по воспроизводимости, по питанию. Они завозили, точнее доставляли на замкнутую базу кислород, а вот питались люди тем, что, собственно, смогли вырастить. Питались они мучными червями. Не очень благоприятная вещь, но 40 суток люди прожили в замкнутом помещении с системой воспроизведения и производства продуктов питания у себя на борту, а не предоставляемых откуда-то. Биологические эксперименты из того, что вот здесь нарисованы, в общем-то, на МКС проводятся давно. Могут какой-нибудь недавно салат вырастили, ягоды какие-то вырастили, съели. Но, конечно, это не восполняет потребности организма, и в основном все доставляется с Земли. Скафандры на сегодня, в общем-то, довольно совершенная система, которая позволяет до 10 часов находиться человеку в космосе, работать. Но все равно эта система довольно громоздкая. Вот здесь показаны как раз наземные тренировки в скафандре современного типа, российском. И, в общем-то, если мы внешне на него посмотрим, он не сильно отличается от того, что было на той же Луне в 70-е годы. По-прежнему скафандр — это надувной шарик. Внутри скафандра поддерживается близкое, ну там не атмосферное давление, но в российском скафандре 40% земного атмосферного давления, то есть накачано изнутри, в американском — 30%, и все равно это необходимые условия для просто нормального функционирования человеческого организма. Чтобы избежать, и при этом получается, это как пытаться шевелиться внутри надутого футбольного мяча. Сопротивление атмосферы изнутри нужно постоянно преодолевать его, и это сложно, это трудно. Из-за этого ему приходится делать местами жестким, там нужны шарниры в плечах и все остальное, и в других подвижных участках. Это утяжеляет конструкцию, и она становится громоздкой и довольно грубой по тем движениям, что может выполнять человек. Путь, который многие сейчас рассматривают как перспективный, это скафандр обжигного типа. То есть материалы скафандра должны осуществлять давление на человеческое тело, на кожу, эквивалентное тому, что осуществляет атмосфера. В идеале кажется очень классным. Ну что, почти как гидрокостюм. Натянул, как в фильме «Марсианин» показан. Натянул и пошел. Но так не получается. Если мы можем более-менее равномерно по руке или по ноге распределить давление, есть сложные места, где не получается обеспечить необходимого давления вот такими жесткими материалами. Пока на Земле не разработали таких. Вот эта здесь картинка. Это биосьют, американская разработка, над которой они работают уже давно, и никто всерьез не собирается эту разработку отправлять в космос. По-прежнему это больше дизайнерская работа, чем действительно разработка космического скафандра. Сделать что-то более совершенное, удобное и красивое, и стильное, как рисуют в компьютерных играх, пока еще мечта. Если мы посмотрим все современные разработки и передовые разработки скафандров, все они не отличаются от того, что есть и здесь. И вот показано в виде российского «Орлана». Все остальное практически такое же. Громоздко, и человек похож на снеговика. Зато наметился некий прогресс в разработке пилотируемых модулей. Сейчас модуль космической станции — это металлическая бочка, алюминиевая прежде всего, которая имеет такой размер, который позволяет ее спрятать под обтекатель ракеты и запустить в космос. Российский вариант — под обтекатель протона. Американские модули были те, которые помещались в грузовой отсек шаттла. Сейчас шаттла нет, поэтому все, что они вывозят, точно так же ограничено контурами ракеты. Как альтернативный способ увеличить жилой объем в космосе — это посылать надувные модули. Американская компания Bigelow Aerospace разрабатывает эти модули. Причем начали они с технологии надувных модулей, от которых сама NASA отказалась несколько лет назад. Они взяли эту технологию, вложили в нее дополнительные деньги. Сейчас они запустили тестовый модуль на МКС диаметром 3 метра, чуть больше 3 метров. И сейчас это лишь эксперимент, показывающий стойкость надувной схемы от метеорных частиц, от космического мусора, от радиации. Температурную стабильность показывает. Но, как говорят, испытания очень даже успешные. То есть даже по температуре он лучше, чем существующие сейчас алюминиевые блоки. Идея Bigelow, вообще основатель этой компании, он предприниматель, который заработал деньги на гостиничном бизнесе. Его идея — запустить гостиницу в космос, а потом у него уже даже и про Луну думает. Ну и зарабатывает, соответственно, на туристах. Но это пока дальние планы. Разговоры ведутся о том, что у некоторых стран, в некоторых государствах или у частных компаний идет речь о том, чтобы запустить свою собственную космическую станцию. Сейчас, по сути, большая станция многомодульная одна, МКС, эксплуатируется совместно. Но китайцев туда не пускают, поэтому они проектируют свой собственный мир. В общем-то, скопировать, вставить они тоже особо не заморачиваются. И они близки к тому, чтобы его сделать. Он уже на их заводах производится. Где-то к началу 20-х годов начнется выведение этих модулей, сборка этой станции. И к тому моменту, когда должен завершиться полет МКС в 2024 году, Китай может оказаться той страной, у которой будет своя собственная космическая станция. Россия участвует вместе с Америкой, с Японией, Канадой, с Европой в МКС. Когда они ее затопят, у них в этот момент не окажется своей собственной станции, а у Китая будет своя собственная станция. Россия при этом периодически вспоминает о том, что можно отделить свою часть МКС, закупорить переборку с американской, отстегнуть американцев, и будет своя собственная космическая станция. Хороший способ. Можно ее нарастить еще дополнительными модулями. Но с ними проблема, потому что одним из этих модулей, частью этого плана был модуль «Наука», который до сих пор не полетел. Хотя должен был полететь там чуть ли не в 2012 году. И скорее всего не полетит все-таки. Но идею эту периодически поддерживают. В этой схеме даже вот виден свой собственный российский надувной модуль. Его действительно разрабатывает энергия. Но она ее разрабатывает по своей инициативе, потому что госзаказа на него пока не было. Ну и возможно, когда МКС упадет, это в общем мое предположение, когда МКС упадет, и Америка такая, о, а что это у нас станции что ли нету? Так, где там наши частники? Давайте быстро дадим им несколько миллиардов. Пусть они запустят нашу первую частную космическую станцию. Ну, может быть, так будет, может быть, не будет. Я думаю, Бегеллоу на это надеется и разрабатывает. Но вероятность того, что все резко захотят свою собственную космическую станцию, есть. Но небольшое, потому что все-таки это дорогое развлечение. И у Китая есть некие мотивы к этому, а у остальных мотивов нет. Как можно это альтернативным способом обойти? Мы об этом еще поговорим как раз. Если говорить про пилотируемую космонавтику, ну, это скорее будет больше пассажирская космонавтика, чем пилотируемая, а сейчас развиваются суборбитальные проекты. То есть это туризм должен быть. Это будет посещение космоса в течение где-то 1-2 минут. Подъем либо на ракете в капсуле, либо на таком ракетоплане. Подъем на высоту 100-150 километров. Высота 100 километров является официальной границей космоса. И если вы, значит, превысили эту высоту, все, вы уже оказались в космосе. Но они стали космонавтом, потому что космонавт — это гражданское звание с записью в трудовую книжку, выплаты там зарплаты и пенсии. Так что это кому попало не дают, даже если вы слетали. Поднявшись на высоту 100 километров, можно стать человеком, совершившим космический полет. Это официальная формулировка Международной авиационной федерации. Если же заплатить Роскосмосу 50 миллионов долларов и на 10 дней улететь на МКС, то вы станете участником космического полета. То есть, опять-таки, даже за 50 миллионов звание космонавт не дадут. Но побывать в космосе, пережить несколько минут невесомости, вроде бы такой шанс появляется. Есть несколько компаний, и вот две американских, одна российская Космокурс собирается создавать такие ракеты. У Blue Origin она уже несколько раз слетала, ракета возвращается на ножки, капсула отдельно садится на парашюте. Возможно, через год или через два они уже начнут возить первые туры. У компании Космокурс пока есть только красивая презентация, даже без видео. Но они вроде бы разрабатывают. В годах в 20-х они вроде тоже собираются начать пуски своих ракет и надеются, рассчитывают всерьез на две тысячи билетов, проданных в год. Это очень амбициозно. Каждый билет предполагается стоить будет 250 тысяч долларов и найти такое большое количество желающих за такие деньги слетать на три минуты в космос. Ну это оптимистично, да. Хотя в то же время компания Virgin Galactic еще никого в космос, ни одного туриста, будем честны. Пара пилотируемых таких тестовых полетов у них было. Никого в космос не свозила за деньги, но при этом продала 700 билетов. Очень удобно. Это была предпродажа, и они постоянно обещают, что вот скоро-скоро повезем, но реально пока выше 22 километров они на своем модном ракетоплане не улетели. А при этом недавно компания та же самая SpaceX объявила новую идею при помощи больших баллистических ракет возить людей и обеспечивать авиационные перевозки. То есть не просто подкидывать людей до высоты 100 километров, а просто возить куда там хотите, в Сингапур за полчаса? Да пожалуйста, там в Нью-Йорк или из Нью-Йорка до Шанхая за полчаса. Легко. Садитесь в ракету и в общем в старину тоже много таких картинок рисовали, просто ракета не тормозила перед касанием с поверхностью Земли. Они собираются тормозить, сажать ракеты они уже умеют и говорят, ну что, садитесь, полетели. Попутно вы оплачиваете дорогу на другую часть Земли, попутно оказываетесь в космосе, просто потому что через него удобнее лететь, сопротивления атмосферы нет. Насколько это бизнес-идея окупится, пока сложно говорить, но количество авиаперевозок постоянно растет, люди постоянно куда-то торопятся, богатство в мире продолжает расти, так что когда-нибудь все наберутся и желания, и денег, и решимости на подобные полеты, и когда-нибудь подобный проект начнет, будет иметь некую перспективу на окупаемость. Мы говорим сегодня про пилотируемую космонавтику, но роботы, периодически можно говорить, а вот если же все роботы заменят, сейчас искусственный интеллект, зачем нам вообще нужны космонавты, зачем нужна пилотируемая космонавтика, все-таки роботы отлично работают вместе с людьми, и они взаимодруг друга дополняют, не являясь противоречием или взаимоисключающими параграфами. Конечно, марсоход гораздо проще отправить на Марс, чем человека, с Луной то же самое, но вместе они могут сделать гораздо больше. Сейчас на МКС есть, да, это космонавт Максим Сураев, а не успехи российской кибернетики. Зато в руках у него роботы. Вот это эксперимент с Феррес был, роботы летали, такие летающие роботы, которые гоняли по МКС, заглядывая за углы, гоняясь друг за другом и за космонавтами. Это был эксперимент, даже школьникам доверяли ими поуправлять с земли, конечно, но идея была такая, что у космонавта при выходе в открытый космос рядом будет такой робот-помощник, который будет там гаечные ключи подавать и все остальное. А вот такой проект Робонавт, его запустили в космос, он должен, сделали специально человекоподобным, чтобы он мог использовать все инструменты, все элементы крепления на поверхности станции с внешней стороны, которые разрабатывали под людей, но при этом, чтобы человек ему управлял либо из станции, либо с земли, и он мог бы заменить космонавта при выходе в открытый космос. Но пока не получилось. То ли у него там что-то сломалось, то ли что-то пошло не так, но в общем он туда прилетел года три назад и ничего кроме как для модных селфи его, по-моему, так и не использовали. Зато каждый космонавт прилетает на станцию, давая обниматься с ним и фоткаться. Про марсоходы я уже сказал, что это действительно очень эффективное средство для исследования, по крайней мере, по соотношению цена и эффективность. Но если мы посмотрим, если сравним с теми же лунными высадками, если же сравнить с возможностями земных геологов, робот за пять лет прошел 17 километров, пробурил там, по-моему, 10-12 скважин, провел там сколько-то заборов грунта, ну 17 километров человек пройдет за 4 часа по горной местности. И не такой уж там сильно горный, просто пересеченная. Геолог, подобно все исследования, что он провел за 5 лет, геолог хороший проведет месяца за 2, если никуда не будет торопиться. Понятно, что человек был бы гораздо эффективнее и работает с ним 400 геологов ежедневно. То есть большое количество людей занято тем, чтобы он там ползал по 30 метров в день. Но все равно это гораздо-гораздо дешевле, чем стоило бы эксплуатация и запуск человека туда и обеспечение геологу 2 месяца работы на Марсе было бы столько, стоило бы, что можно было бы несколько десятков или сотен этих марсоходов просто насажать весь Марс, чтобы они там катались и изъездили его весь. Поэтому и на Луну никто больше не летает, и на Марс не летает, потому что, если мы говорим, там есть какие-то у нас научные задачи, мы сегодня тоже про это поговорим. Пока гораздо дешевле послать робота. Чтобы двигаться дальше, нужны технологии посадки на Луну. Когда они нужны были, их сделали, сейчас их практически, можно сказать, нет, потому что люди ушли. Даже если мы посмотрим, не будем уж там смотреть на американцев, можно найти интервью директора, сейчас уже бывшего директора НПО Лавочкина. Это предприятие российское, которое занималось практически всей межпланетной программой советской. то предприятие, которое запускало луноходы, то предприятие, которое доставляло грунт с Луны. И года три назад директор этого предприятия говорит, нам нужно научиться садиться на Луну. Как так, казалось бы, ребята, вы вроде там уже как у себя дома в 70-е ввели. Что же произошло? Что произошло? Те люди, которые все это делали, они уже ушли тем или иным путем. Либо на пенсию, либо естественным путем. А у новых опыта нет. И чтобы его получить, нужно снова запускать зонды, автоматические станции и учиться садиться на Луну. Задача эта теоретически выполнимая. Вон, китайцы взяли и с первого раза посадили луноход. Но правда, то, что они посадили, было так кое-что похоже из 70-х годов. Но все-таки они это сделали и с первого раза. И просто имеет смысл попробовать еще. Но чтобы это сделать, нужно набраться смелости и запускать автоматически. А если уж мы когда-нибудь будем говорить про пилотируемый, то и пилотируемый. Им нужно учиться их делать. А китайцы, кстати, учатся. Они разработали хитрую систему, состоящую из гигантских ферм, между которыми натянуты тросы. Они подвешивают просто спускаемый аппарат, который учится садиться при необходимой гравитации и всем остальным. И они сделали их такими огромными, что видно, что они будут их использовать для пилотируемых систем, не только для тех небольших относительно, на которых полетел их один робот-луноход, скоро полетит второй на обратную сторону Луны. Точно так же они собираются еще грунт с Луны привезти. В общем, свой путь они идут. Про окололунную станцию мы сегодня еще скажем. Это следующая ступень развития пилотируемой космонавтики. Фактически это повторение опыта МКС на расстоянии условно, 399 тысяч километров. Если до Луны 400 в среднем, то на расстоянии 399 тысяч Россия и США будут строить окололунную станцию. Идея странная кажется. То есть окололунная станция будет строиться, а на Луну мы не садимся. То есть ни США сейчас, ни Россия сейчас не разрабатывает пилотируемых средств для посадки именно людей на Луну. А строй станцию собираются. Мы сейчас тоже об этом в следующие полчаса поговорим подробнее, зачем это нужно, почему они не идут дальше, что мешает. Но такой путь отчасти логичный и самый простой из того, что можно было бы сделать. Но если дальше лететь, то все-таки когда-нибудь мы до Луны долетим. А чтобы долететь туда, нужно придумать самое главное, зачем, что там делать. Потому что тогда в 60-е и 70-е это была исключительно политическая миссия. То, что там говорят, вот наука, камни привезли, исследовали, это было так, но это были 11 из 12 человек, вступавших на Луну, были военными летчиками. Их не учили, ну там некоторых учили, но первых не учили. Им сказали, ну вы там когда выйдете там, после того, как сделаете самые важные дела, поставите флаг и отдадите честь для телезрителей, ну там еще камней насобирайте. Вот так выполнялась научная миссия при полете на Луну. Самое главное это была миссия престижа. Сейчас такой престиж никому в общем-то цели нет, кроме китайцев, но то есть мотива серьезного на Луну нет лететь людям. Научные, практически все научные задачи можно выполнить роботами, либо со спутников, для людей нужно сначала придумать идею, что им там делать. Но когда их ее придумают, там надо строить базу. Базу сейчас, как раз на этой базе должны быть замкнутые системы жизнеобеспечения или близкие к тому, нужно развивать технологии строительства на Луне, там сейчас про 3D-принтеры думают и все остальное. Хотя на Луну многие, конечно, хотели. Вот эту идею, эту картинку нарисовали европейцы, когда пришел новый глава Европейского космического агентства несколько лет назад, он сразу сказал, надо лететь на Луну, причем не просто лететь, а строить там базу, постоянную, действующую, долговременно обитаемую базу. Вот они нарисовали некий концепт, назвали его лунная деревня, Moon Village. Но денег ни у Европы, ни у всех остальных на это пока нет. Все хотят, но денег не дают, потому что, как я уже сказал, никто не может толком придумать, что там делать. Всегда можно, конечно, придумать, чем там заниматься. Там и про ученые, ученые могут рассказать про телескопы, которыми можно смотреть на звезды без атмосферы и все остальное. Можно, но это не столько не стоит денег, сколько это потребуется в пилотированном варианте. И если говорить про дальние перспективы, о которых сейчас зачастую говорят больше, чем о Луне, хотя на порядке сложнее, это, конечно, Марс. Марс — это такая цель, которая многих привлекает, многих манит, в том числе те, кто строит ракеты и те, кто их не строит. Но это слишком сложная цель. Не только дорогая, но и сложная. Технически наша космонавтика, в принципе, мировая, наука и техника, способна обеспечить полет на Марс. Мне тут подсказывают, что полчаса прошло и пора сворачиваться. Но все-таки полет на Марс технически возможен. Нет ни одной фундаментальной причины, которая мешала бы нам это сделать. Полгода мы ли можем лететь в космосе? Можем. Можем даже дольше. Космическая радиация не является непреодолимым препятствием. Это все решаемо. Единственное, о чем обычно не говорят никто из тех, кто обещает полететь на Марс или довести кого-нибудь на Марс, самая главная фундаментальная причина, мешающая нам этом несовершенство или некачественность изготовляемой техники человеческими руками. Помните такой анекдот? Дети, потому что все, что вы делаете руками, у вас получается плохо. Это касается всех изделий, всех людей. Изделия человека имеют свойство ломаться. Причем зачастую это происходит непредсказуемо. Про МКС неоднократно космонавты могут рассказать историю про несколько устройств, которые ломались с периодичностью в один месяц, возили с одной серии, привозили на МКС, оно ломалось, привозили на МКС, оно ломалось, и точно такое же в очередной раз привезенное на МКС работает годами. И никто не знает, почему вот эти ломались, а эти нет. И вот такое зачастую бывает. И никто не возьмет 3-5 деталей на гигантский корабль, чтобы все это могло работать и в случае чего можно было заменять в процессе эксплуатации. То есть невозможно просто настолько надежную технику сделать на сегодня. И вот здесь как раз очень много про это не любят говорить те, кто разрабатывает всю эту технику, но в то же самое время никогда не признается, что я не повезу, не поставлю роспись под разрешением людей лететь на Марс просто потому, что боюсь, что там какой-нибудь датчик навернется в неудачное время. И будут придумать кучу других отговорок, почему это не делать, но по факту самая сложная проблема именно в этом. Ну сейчас у нас на этом мы завершаем нашу первую часть. 5 минут перерыв. Можно, наверное, позадавать вопросы и потом продолжим. Раз, раз. У тебя работает? Да. Ну давайте вон там парень руку поднял. Да, давайте. Вот бегу сейчас минуту. У меня Алексей зовут. Вопрос такой по поводу окололунной станции. Значит, дело в том, что вокруг Луны нету стабильной орбиты. То есть орбита слишком низкая пересекает поверхность Луны, орбита слишком высокая землей и солнцем выбрасывает тело наружу. Просчитывалось ли, сколько нужно топлива и насколько реально его подвозить для того, чтобы орбиту станции удерживать? То есть там вот это вот станет большой проблемой. Да. Проблема такая есть. Мы про орбиту здесь отдельно поговорим. Но из того, что я слышал, вот те цифры, которые озвучивали в отчетах, сказано было примерно следующее, что для поддержания геостационарного спутника, который на как бы стационарной орбите стоит, нужно запас характеристической скорости примерно 60 метров в секунду. То есть я пояснил, в космосе все измеряют не литрами, а метрами в секунду топлива. Сколько нам нужно расхозывать, чтобы затормозить или разогнать спутник. Вот на эту самую скорость. И когда говорят про то, что 60 метров в секунду нужно в год, речь идет о том, что спутник вращается, в данном случае я говорю про околоземный спутник, вращается, и его постепенно начинает куда-нибудь уводить не туда. И вот его чуть-чуть либо подтормаживают, либо подгоняют. И вот таких корректировок в сумме набирается как если бы его за один раз просто на 60 метров в секунду ускорили или затормозили. Это про расход топлива. Но спутник, конечно, околоземный намного меньше весит, чем большая станция. Если мы говорим про окололунную станцию, 40 метров в секунду, я слышал такую сумму, на 40 метров в секунду в год ее требуется корректировать, тратить топливо на корректировку, вот на эту скорость. Это не окололунная станция, по сути, не низкая, по крайней мере, окололунная станция. Там будет, я уж не помню, как это точно там звучит, околовертикальная галоорбита. То есть там будет здоровенная орбита. Мы сейчас, схема там у меня будет приведена. То есть, по сути, такое балансирование на неустойчивых, на точках Лагранжа. В общем, это скорее не вращение вокруг Луны, а такое несколькое хождение по гравитационному полю так, чтобы не свалиться ни к Луне, ни к Земле. Очень условно, скажем так. Ну, в общем, 40 метров в секунду, я думаю, вас этот ответ вполне удовлетворит. Еще? Еще где? Давайте. Да. Роман, я хотел вас спросить насчет спутников. Как вы знаете, вводится их очень много на околоземную орбиту, многие из них даже дублируются. Так вот вопрос, насколько остро стоит проблема космического мусора. Да. Часто вопросы дают. Проблема космического мусора есть, но, как я говорю всегда, уже часто про это спрашивают, меньше всего о проблеме космического мусора переживают те, кто его создает. Это, в общем, характерно для человеческого, для человеческого способа хозяйствования, что ли сказать. Но в целом это не говорит о том, что люди, запускающие спутники, они такие безрассудные, не думают о будущем. Они думают, просто они математики, они оперируют вероятностями, а вероятность того, что кусок старого спутника встретится с новым спутником, очень мала. Несмотря на то, что реально происходили столкновения, то есть два спутника, достаточно больших, столкнулись на пересекающихся орбитах. По странному стечению обстоятельств это был российский спутник и американский спутник. Причем, что больше всего мусора в космосе сделал Китай, потому что они взяли, запустили свой спутник сначала, а потом сказали, смотрите, у нас классная ракета есть, мы можем сбить ею свой спутник. Взяли и сбили. Но он же не упал, он там остался и превратился в две тысячи обломков, которые летают постоянно расширяющимся облаком. И когда они встречают попутные спутники, число мусора еще и прибавляется. Действительно. Но, во-первых, большая часть мусора находится на высотах до тысячи километров, то есть низкая околоземная орбита. А это та высота, где тормозящее воздействие атмосферы все еще сохраняется. То есть на МКС, например, если космонавт вышел в открытый космос и молоток уронил, например, этот молоток упадет в течение года, может быть, полутора лет. Спутники, которые запускают с МКС, падают примерно даже меньше, чем за год. Летают по 10-11 месяцев, потому что сильно тормозящее воздействие атмосферы. На МКС оно тоже действует. И немногие знают, что все видели эти лопухи гигантские, которые там на МКС солнечных батарей. Во-первых, МКС никогда не становится против атмосферы всем этим парусом, чтобы не тормозить. Она всегда бачком летает. Просто когда нам картинки показывают, это сложно увидеть. Второй момент. Ее постоянно подгоняют. Прилетает очередной российский прогресс, включает движки и подгоняет станцию, чтобы она не падала, производится корректировка орбиты, потому что тормозит постоянно атмосферой. Если мы говорим про спутники, которые выше, ну вот примерно до 650, наверное, до 700 километров спутники летают до 30 лет. То есть мы запустим спутник на высоту там 600 километров и где-то лет за 20 он в конечном счете упадет. Поэтому орбита естественным способом самоочищается. А если еще в это время на Солнце произойдет вспышка, верхние слои атмосферы дополнительно нагреются, станут шире, то все это тормозить начнет еще быстрее. Про дальнюю орбиту, как раз геостационарную, там все хитрее, там действительно уже атмосферы нет, ничего не упадет, но при этом начинается, там уже такая орбита тоже, как я уже сказал, что нужно постоянно спутник ставить на место, тратить на это топливо, если у него топливо иссякает, его либо отводят подальше, чтобы он уже не мешался там на так называемую орбиту захоронения, либо он там остается мертвецом, болтается, болтается, но все равно воздействие, давление солнечного света, воздействие гравитации Луны, даже Юпитера и Венеры незначительно, но все равно постепенно на него сказывается и он начинает носить все дальше, дальше, и он уже не мешается тем спутникам, которые вращаются на необходимой орбите. И еще простой, я тоже такое сделал небольшое математическое упражнение, посчитаем объем низкой околоземной орбиты, то есть вот тот кусок, ну это уже не площадь пространства, объем пространства, в которой находится та самая низкая околоземная орбита. Я посчитал от высоты 200 километров до высоты по-моему тысячи километров вот этот вот объем и разделил его на количество мусора. Больших кусков мусора больше 10 сантиметров сейчас летает около 20 тысяч фрагментов. Вроде бы солидная сумма, если посмотреть на картинку, где вот здесь эта земля, а вокруг нее мусор, становится страшно, как там вообще можно летать. А мелкого мусора примерно сантиметрового размера летает полмиллиона обломков, гораздо больше, чем 20 тысяч. Так вот, я взял полмиллиона вот этих обломков и поделил количество кубических километров низкой околоземной орбиты. Мы говорим, только низкую, до тысячи километров. И получилось, что на один обломок вот из этих полумиллиона приходится примерно миллион кубических километров. То есть и вероятность того, что на этом гигантском объеме пространства встретится этот обломок и этот спутник очень мала. Поэтому я и говорю, что люди, которые запускают спутники, они просто не переживают об этом, потому что мала вероятность. Но, конечно, за мусором следят, сближения спутников периодически бывают, сближения с МКС бывают, орбиту МКС корректируют, чтобы не произошло опасного сближения. Все это есть. Но пока и предлагают различные способы борьбы с этим мусором. То есть там различные идеи разной степени безумности встречались. Самый оригинальный способ мне понравился, предложили японские студенты. Они разработали клей, который не засыхает в вакууме. И дальше все по сказке дядюшки Римуса. То есть они берут спутник, обмазывают его этим клеем, запускают в космос, и он там летает и собирает на себя весь мусор, что налипнет. Это очень долгий способ очистки космического пространства, но из того, что предлагалось, на самом деле самый элегантный, то, что называется, просто красивая идея. Все остальное, типа мы запустим спутник, он схватит спутник и утащит его вниз, но пока вы запустите, от него детали отвалятся больше, чем вы спасете, схватив этот один другой. Поэтому сейчас действительно идей много всяких предлагается, но до практики и вообще не дошли. Единственное, что сейчас есть, это рекомендация ООН о том, что если у вас спутник по расчетам летает дольше 25 лет, пожалуйста, позаботьтесь средствами сведения его с орбиты. Это все. Это даже не закон, это просто рекомендация. Но все равно есть способы, например, раньше взрывались третьи ступени ракет, то есть те части ракет, которые, в общем-то, задавали третью космическую скорость для спутника, орбитальную, точнее не третью, а первую космическую скорость, орбитальную скорость, позволяющую летать вокруг Земли, а сама ступень разгонная приобретала ту же самую скорость и продолжала летать. И вот раньше такие ступени взрывались, потому что их просто солнце нагревает, там внутри замкнутый объем, а еще там может быть топливо, все это взрывалось, куски в разные стороны летели. Добавили просто клапан отдельно и добавили режим пассивации. То есть это ступень, когда выводит спутник, клапан открывается, ступень закручивается, и все лишнее, топливо вылетает, и объем уже не замкнутый, грей-не грей, просто не взорвется. И все. И вот это достаточно эффективный способ борьбы с космическим мусором оказался. Но вот там идеи схватить, все это пока просто не предлагается, потому что есть другие более эффективные способы. Давайте, наверное, еще один вопрос, потому что Виталий отвечает очень мощно, конечно, как отдельная лекция. Да, мне говорили, что ты ответь, что ты там вторую лекцию начинаешь, ты скажи уже все-таки, что спросили. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы во время выступления обмолвились, что космическое излучение не является проблемой для дальних полетов. Как вы технически собираетесь это обеспечить? Не летать долго. Нет, это практика. Если мы не летаем долго, то у нас долго радиация не воздействует. На МКС сниженный радиационный фон. Давайте не будем, пожалуйста, без микрофона. Вы задали вопрос. Я так и сказал. На МКС сниженный радиационный фон по сравнению с межпланетным пространством. Он снижен примерно в два раза. То есть, если мы просидим на МКС в два раза дольше, чем лететь на Марс, можно считать, что мы получили ту радиацию, которую мы бы получили в полете на Марс. Подобное переживали, как минимум, близкое к тому, как минимум два человека. Сергей Крикалев, который 800 суток провел в космосе, и Геннадий Падалко, который больше 878 суток провел в космосе. Можно сказать, что по радиации, по радиационному воздействию на организм они уже слетали на Марс. И, в общем, Крикалев сейчас работает топ-менеджером Роскосмоса, падал со скандалом, громко хлопнув дверь, и ушел из отряда космонавтов и поднялся на Эльбрус. Так что по ним не видно, что они страдают от лучевой болезни. Есть другие способы. Большая часть радиации летит от Солнца. Если мы разворачиваем ракету, грубо говоря, длинный космический корабль, хвостом к Солнцу, то между нами не 3 миллиметра переборки слой космического корабля, который защищает нас от солнечной радиации, а несколько метров стали, топлива и всего остального, которое защищает нас от солнечной радиации. И все, воздействия даже меньше может быть, чем на МКС. Поэтому способ, ну и простой, то, что будет использовать на Deep Space Gateway, о чем мы сейчас, кстати, поговорим как раз, в переборку нальют воды. Как оказалось, был даже такой эксперимент, назывался Штора, проводился на российском сегменте. Сделали специальную занавеску с кармашками. В эти кармашки вложили влажные салфетки. И даже эта, казалось бы, смыхотворная защита обеспечила значительную степень защиты от радиации для пилота во время сна. То есть просто наливаем в переборку между стенами воды. И все, у нас защита, позволяющая нам как минимум сгонять до Марса и обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ